доброе утро дорогие грибники вот прибыл 19 июля так дождик вроде бы кончился ну про дорогу к лесу говорить ничего не буду а то испугаетесь не поедете вот то есть сегодня вылазка очередная чуть-чуть другой ельничек увидите он другой даже по структуре так сказать потом по обстоятельствам все пожелайте мне удачи так ну дошли до вот такого ельника не буду уж рассказывать как это выглядело по кочкам каким-то размытая дорога я тут год где-то не был дорогу перегородили поваленные не так давно деревья она вся глубоких колеях пару раз черпанул настолько глубокий потом сам лес отрезано дороге канавой которая неожиданно стала глубокой пока нашел брод пока переправился в общем смотрите видите более широкие ряды у елок другой ельник свои плюсы и минусы плюсы то что ты гуляешь как по парку а минусы грибы виднее поэтому их тут конечно косят только в путь как говорится вот срез но где-то двух суток он такой уже пожелтел ну конечно рядом со срезами стоят такие же красавцы это он здоровый так видят до выходи наружу на свободу вот какой ну пока шел то конечно тоже набрал чуть чуть но этот один из самых таких красивых конечно идет дождь в лесу сумрак какое-то имеет значение когда такие красавцы подгрыз кто-то тебя уже ножка твердая ура ну вот еще один еловый белый сейчас пока выкручиваю хочу сказать ну вы правильно там пишите что грибы должны быть чистыми да конечно но это еловый белый вы понимаете разницу его не надо проверять на чистоту чего его проверять проверить быстро срезов нижнюю часть ножки или как ее называю попку проверить на проволочника вот это да а больше тут червяков каких-то пробитости ничего этого нет чистейший что его проверять что его проверять время тратить я дома спокойно все это обрежу и здесь не оставлю следов и дома у меня будет время больше здесь на плечах у меня сидят пардон корку ленты поэтому поэтому все же буду с каждым грибочком возиться все я его проверил на проволочника он чистый в корзину поехали дальше работа на результат это не то что около дачного участка прогуляться все вот гуляю собираю хочу сказать что от копышей то стало меньше уже вот такие вот грибочки они легче конечно наполняют корзину я очень рад им но именно молоденьких первого сорта сейчас поменьше стало то есть грибочки повзрослели пойдем наружу есть ой чё говорить красота спасет мир грибочки есть как бы в этих вот широких елках широкими рядами но и людей конечно ладно привет ночной дозор двое их было двое пузанчики какие ослепительной белизны называется называется хух как говорится такие же опасенькие да к этому привыкнуть невозможно вот есть маленькие еще грибочки типа от копышей да много вот таких уже как бы взрослых вот набрать то еще можно и даже быстрее потому что они крупнее быстрее наполняется будет меньше общее количество но как бы по весу тоже самое красота вот срезал хотел просто показать вот идешь ровный ряд ничего стоит какую-то кочку увидеть там мусор какой-то даже неровность поверхности тут как тут я еще там два нашел пока это непонятно что но похоже на белый в зачаточном состоянии пока снимал еще два нашел вот еще я говорю тут смотреть надо внимательнее вот мои срезы раз туда а вот от копыш вот какая-то неровность несовершенство почвы тут как тут обожают вот это все перепады высоты там утрамбованность какой-то наши любимцы а ведь это белый судя по всему и нога и шляпка остатки коричневого цвета белый белый такой альбиносик хотя какой-то подозрительно белый может подосиновый к ней нога не подосиновая у него какие-то эти пятнышки такие надо разрезать но я уверен что это белый только такой белый-белый мухоморы прям хороводы водят а это что значит что вышли беленькие вместе с ними на прогулку в данном случае рядышком нет никого но часто бывает да в таких вот лесах вот да друзья сейчас покажу не откопыш а красавец белый чуть в сторону от традиционного ельника вышел опять же граница смешанного леса и ельника покажу сейчас это не откопыш еле стоит под собственной тяжестью все легко и изящно что сказать сказать спасибо лес за такую радость да вот опять видите сами граница слева елки справа полянка и дальше смешанный лес березовый начинается больше и вот прогал такой как бы дальше темно а здесь вот так светло обожают стоять здесь вот на солнышке греться да еще какие нога нога это не нога это ножище пойдем опа легко и свободно да мы такие ну если бы только один подождите это кто тут спрятался братик младший не загорел еще не заматерел ну пусто уже нарастил небольшое а ладно подождите где тут я видел товарищ ух спрятался как вот он вот он прислонился корню отдохнуть аж шляпка плоская стала ой ногу твою прям по моему я даже пальцами достану ой 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 иди сюда о ну вот давай уже грибница спасибо тебе ну такой вот тоже экземплярчик все на одной полянке ладно сначала увидел шляпуна а рядом под веточками не шляпун нет а этот хо 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 иди сюда дорогой вау есть красота страшная сила продолжаем путешествие грибное продолжаем путешествие стоят красавцы ничего не скажешь вот такие два красавца везет мне сегодня на кавунчиков таких кабанчиков показывать грибочки то подрастают еще не перерастают но подросли имейте это ввиду да чистяк так напоминаю это зонтик молодой брать можно шляпку жарить очень вкусно получается по вкусу как курица говорят ну я подтверждаю ел тут же это тихонечко польский польский белый про который я уже рассказывал вот он уже нормальный такой толстенький такой боровичок прям маленький чистенький тоже вот его я возьму подосиновик из-за того что он чернит рассол бульон я не возьму а польский возьму он только добавляет пикантность все вот сказал про польский и они тут же ну в сосенки зашел когда они тут уже есть на толстой ножке как полагается такие вот толстячки вот 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 польский белый отличный грибочек и в маринад и как вместе с белыми можно его отваривать ничем не хуже все все наконец-то солнышко выглянуло а то как-то прям неуютно было да вот опять зашло ну вот оно солнышко с ним то гулять веселее конечно ох какое сейчас шляпки у грибов будут все масляные такие блестящие то что надо и вот канавка которую в обычное время перешагиваешь а сейчас из-за дождей смотрите сами только вплавь говорится но у нас было запасной вариант сейчас дойдем до бобровой плотинки вот канава наша любимая и там и там тоже канава а мы сейчас пойдем о с корзинкой по бобровой плотиночке очень аккуратно чтобы не навернуться вот спасибо бобрам вот и так не заметишь в дороге так только если знаешь опа вышли на дорогу вот здесь я черпанул глубокая оказалась лужа такая вообще так это первый заход закончился 10.07 19 июля пятница ну как в среднем то все нормально рассчитывал на больше в одном ельничке так сказать там что-то уже причесали хорошо пришлось смешанным лесом возвращаться вот вот таких добрать вот говорят что ножку очищать я дома спокойно очищу где тут черви где тут пробитость частяк вообще так что не тратить время просто в лесу а дома спокойно сделать ну решил грибочки в этой корзине оставить они уж так больно хорошо лежат вот не буду перекладывать а если бы чехла не было они бы были еще и мокрые а так они мокрые только от дождя ну хоть он и здоровый но частяк вообще дома спокойно почищу ну ретикулятусы да внизу и дулисы отличные молодые но уже взрослые пойду на второй заход время 10 что еще делать выжал носки так сказать отжал две пары сейчас поплотнее в ноге можно было переодеться в сухое ну я что-то подумал не знаю дождик теплый что там вот я хотел сказать подъезжал значит и здесь гулял много людей вот по старинке по привычке вот по надопушечкой по надопушкой гуляют ну что там сейчас можно найти ну как говорит один мой знакомый бздяки извините за выражение весь гриб сейчас качественный или в еловом лесу или на границе смешанного елова или рядом внутри леса что по опушкам искать как можно так гриб не чувствовать ладно пойду прогуляюсь немножечко чисто на разведку ну вот маленькое чудо не успел отойти от стоянки где там ну десятки машин стояли в эти дни тут не то что десятки сотни людей прошли в этом вот лесочке кругом очистки и тем не менее ай вообще здравствуй товарищ ох какая ножище у тебя почетная и зачетная тихо тихо это я люблю вот так вот взял маленькую корзиночку на берушку что будет дальше а это что такое младшой иди сюда ты уже там задержался изрядно так два сразу прям с краю нормальный Константин так лес очень похожий на ельник да типа а вот там полян такая типа вырубки а я люблю ходить на границе народ толпами бежит зачем куда спросите остановился стоят карапузики и до этого еще только что двух подрезал вот так вот вот они да отошел пять минут от машины где уже толпы толпы прошли вот особенно меня тот удивил достоял такой здоровый не перестаю удивляться лесу вот вот когда он в расцвете выдает грибы но это что-то и ребята вы просто может упадете от удивления но из этого леса выходит с пустыми корзинами некоторые как это можно вот сейчас мужика встретил как раз перед вторым заходом идет весь недовольный корзина ну донышко прикрыто но у него не корзина ведерко было все видно и такой прям весь из себя ой как можно так лес не чувствовать я поражаюсь просто ну вот 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 я шел ну я я не так не искал я просто поглядывал так вот сразу малышок один второй второй самый главный иду думаю что это за кучка такая типа хвои дай-ка думаю вот так он был ну что-то там белело и что-то там белело а ножищу видите я в шоке даже муравьи его полюбили что прикажете делать сначала зафоткать наверное ладно исключение даже не знаю где закончится его нога вы слышите он даже он даже не шелохнулся в таких случаях берешь длинный нож и окапываешь его как бы потому что он добровольно не сдастся я пас все таки осталось пол ноги ну ладно еще один как бы незамеченный стоит вот корень самхом все это уже мгнаголетний тут опад присутствует и он прям на верхушечке сейчас его зафоткаю красуется возьмите меня называется картина так все гуляю вот недалеко от машины хотел пойти в дальний лес а смысл когда тут народ ходил-ходил ходил-ходил недовольный уходил пустой а потом раз это знаете какой он он супер он просто супер а этот не хуже вот они стоят на солнечной стороне я уже сто раз говорил вот 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 проволочники работают сейчас быстро попку чикнем и все не надо там ничего обрезать кроме попки на проволочнику проверяем быстро и дальше дальше конкуренты не спят вот здесь прошли сотни людей и вишень беленький и вишень беленький так вот ну вот у нас народ не любит лазить вот здесь в буреломах каких-то вот между двумя елками я залез между двумя елками вот догадайтесь что из этого я возьму вот ушастики не нужны за ним вот молоденькие и тех возьму так не все не все вот этих пожалуй возьму тот какой-то подозрительный а этих возьму все так перестаивают уже грибочки перестаивают березовые вот смотрите тут что творится прям падают уже падают ну тут вот этот вот хороший ладно муравьи их полюбили этот вот оказался шляпка никакая срежем выкинем может только ножку возьмем так ой это супер ребята о пожалуй сначала сниму ну и как их выдирать по одиночке о пошел блин пошел раз два два самый с ногой с такой ну красавцы но большие это вам не от копыши но тоже гриб какой красавчик какой красавчик какой красавчик какой нежный красавчик так попал в какой-то такой лес я его называю подрыжики заросший тут еще березки осинки и вот что тут творится второй самый красавец вон он спрятался вот это красавец это просто супер чистящий как нести теперь вопрос очередной рекордсмен на толщину ноги да 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 это что такое это чистый чистый гриб чистый на сушечку возьму ножище какая ну в такой вот говорю дремучим лесочке хожу заросшим и вот такие тут стоят попадаются а так лес такой вот чапыжник как бы называют его на севере то есть ни о чем тут и елочки и березочки дохленькие и осиночки и вот стоят тем не менее вот стою на коленях чтобы вот это вот заснять да а также вот это ку-ку от копышек ну по-моему местные приехали на тракторе собирать грибы слышно нет надо заканчивать уже с этим баловством зеленок не хватает есть пожалуй пора выдвигаться одна корзина уже в машине время уже час пора и чей знать но этот товарищ на сушечку я знаю меня будут может быть ругать но я считаю лес дает надо брать а то лесовичок обидится и ничего не даст а для сушки шикарный гриф ну там подрежем немножко мухомор позвал в дорогу называется картина немного но приятно какие же грибочки это же просто непостижимо ну вот он вот он самый главный вот он больше их всех раза в три кто скажет что не семейка прям по росту подравнялись мама, папа и многодетная семья ну вышел к машине время около часа дня слева первый заход потом маленькая корзина и в пакете второй заход гриб стал крупнее от копышей меньше ну по-прежнему чистый по-прежнему чистый чтоб там не говорить вот следы проволочника видите дома надрежу получше и все больше проверять не надо это берешь чистый чистый чего его проверять если б я проверял каждый гриб обчищал сюсюкался я б еще там сидел бы ну вот переоделся во все сухое потому что какие бы плащи ни были самые дорогие они все равно рано или поздно пропускают сухая одежда должна быть собой об этом я говорю в другом видео зато как приятненько стоишь солнышко все так хорошо вон моя морда там видно приветствую личико а то зашел в лес с утра темно дождь хлещет вообще как еще к лесу проехал а сейчас зато кузнечики стрекочут птички поют и ты во всем сухом и чистом как хорошо лепота так и должно быть дождя не надо бояться он теплый летний дождик просто немножко неуютно в темном лесу утром без солнца и дождь еще знаете так это как раз два навигатора кстати ладненько продолжим так сказать съемку дома может разложу может нет ну пока вы все видите что как бы есть там и с желтым геминофором то есть это под шляпкой что у нас а в основном конечно беляки 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 называется все до дома теперь еще давайте ну вот я и дома дорогие друзья урожай вы видите сегодня 19 июля 19 года прикинул здесь 236 белых 236 белых ну я еще не считал вот этих шляпунчиков вот потому что выглядели они очень хорошо в лесу довез они что-то скисли эти тоже не учитываются слева два подберезовика потом три польских и один подосиновик который показался мне сначала белым но видите как он синеет не шалишь брат ты подосиновик вот эти тоже что-то вместе с ними было наверное 240 ну ладно 236 если брать качественные грибочки то есть день был веселый с самого утра под проливным дождем но в принципе это обычное состояние грибника и к этому надо быть готовым ничего там такого нет наоборот грибочки только лучше растут а у вас конечно в запасе накидка прочная не просто такая полиэтилена которая сразу порвется а достаточно прочная вот она конечно тоже не совсем спасала потому что дождь был такой сильный что в сапоги стекал в принципе опытные сборщики они просто мусорный пакет вокруг бедер обматывают именно чтобы сапоги прикрыть вверх чтоб туда вода не попадала но у меня вот такого не было и хотя на завязочках через два часа в сапогах стало хлюпать ну что ничего такого тоже теплый июльский дождик взял выжал носки пошел дальше самое главное тело не остывало потому что я двигаюсь все таки а плащ дополнительный поверх курточки он сохраняет тепло как подушка такая вот был в трех типах ельников один вы знаете такой он стандартный как бы потом с широкими такими проходами с широкими рядами там чем хорошо грибы видны издалека но одни видны и не только вам соответственно там поклевки были ну неплохо тоже кстати но все равно хотелось бы лучше и еще попал в такой ельник заросший какой-то я его называю для рыжиков там чем хорошо то что как бы из-за этих зарослей грибы не видны очевидно так вот сразу поэтому где-то идешь вроде как бы их нет оглянулся есть вот вот тут грибочки которые немножко такие они потеть уже стали в пакете я к сожалению должен был достать пакет не надо этим пользоваться в самом крайнем случае да то есть уже девать было некуда я потом уже иду с корзиной в левый с пакетом в правой молюсь чтобы он не порвался иначе грибочки высыпались тогда точно в майку бы пришлось вот и иду ставлю и хожу вокруг них и как правило четыре пять белых рядом стоят семейками прям часто вы видели то есть такой неплохой заросший этот ельник тоже был ну не сразу тоже на них вышли конечно они так сказать из космоса не видны вот этот заросший именно просто какое то неудобье типа и все ладненько долго про это можно говорить смотрите лучше мое видео как искать грибы по спутниковым картам вот еще быстренько скажу ну вот еще раз уже говорили да грибы грязные да так все правильно но ребята результат вы видите а пол я замету а если бы я каждый грибочек бы чистил я бы еще в лесу был с таким вот количеством если бы захотел набрать а потом смотрите сегодня 19 июля и вы сегодня вечером увидите эту съемку перед выходными это же хорошо а если сейчас засяду зачистку часок там другой третий потом спать захочу в лучшем случае новое видео будет в понедельник а не в пятницу как сегодня поэтому актуальность информация вам нужна а не то что красивость какая то тут проверять еще раз говорю нечего любой бери любой бери самое главное проверить на проволочника все остальных пробитых там ходов или этих самых червяков как любят вычищать фигурной резкой тут просто нету я и говорю ночная температура такая что червяков просто нету все извините звонят в дверь удачи вам в грибных ваших поисках удачи вам удачи вам удачи вам удачи вам